Здравствуйте! Вы смотрите передачу Об этом стоит узнать И сегодня у нас в гостях В высшей степени интересный человек Человек, который бывал раньше в этой студии Это Валерий Юрьевич Проняшин Полковник в отставке Член бюро Одинцовской местной организации Всероссийского общества слепых Итак, Валерий Юрьевич, здравствуйте Здравствуйте! Ну, я хочу сказать, что с Валерием мы встречались раньше И разговаривали о различных аспектах О различных моментах, связанных с достаточно непростой адаптацией Слабовидящих, слепых людей в нашей современной жизни Но сегодня мы поговорим и об этом И все-таки о том, что станет главной темой нашей программы Потому что Одинцовский район Неоднократно уже становился Одним из лидеров по количеству заявок Подданных на премию губернатора Наши Подмосковья Номинация называется В движении И связана она с GPS-навигацией для слепых Об этом мы сегодня с Валерием и поговорим Попросим его поподробнее рассказать и о его участии в премии нашей Подмосковья И о том, как родилась идея стать участником этого замечательного мероприятия Итак, Валерий, если можно, в двух словах В какой же все-таки момент родилась идея Что послужило толчком для того, чтобы подать заявку на участие Вот в этой губернаторской премии нашей Подмосковья Ну, знаете, толчком, так сказать, идея появилась После того, как из администрации городского поселения Одинцова Солнцев, там есть такой товарищ Который спросил А почему мы не участвуем на премию губернатора Московской области Об этом до этого я ничего не знал Вот, только узнал именно вот благодаря Солнцеву И решил, так сказать, все-таки подготовить документы и подать Почему? Потому что, скажем так, для незрячих людей Все-таки ориентирование на местности, в пространстве Использование современных систем новых, имеется в виду Систем технических реабилитаций Это самый важный момент Почему? Потому что в постановлении правительства Российской Федерации Для незрячих людей положено только Это что? Собака-поводырь, содержание на собаку-поводыря Тактильная трость, устройство для воспроизведения говорящей книги Термометр и говорящий тонометр Это для тех, кому положено, то есть гипертоников Кому этот напишет Все! Это единственные технические средства реабилитации Которые положено инвалиду по зрению По постановлению правительства Российской Федерации Но благодаря помощи, особенно Гусева Александра Альбертовича Было закуплено ряд смартфонов Во-первых, это на Symbian 9.3, это фирмы Nokia И в дальнейшем, я потом покажу, ряд сенсорных уже смартфонов Почему? Потому что век кнопочных телефонов уже отошел Их уже не выпускают Сенсорных смартфонов, которые нам помогают, так сказать, выживать В нашем, этом, не таком уж благодушном мире Валерий, ну, я думаю, что мы еще вернемся к сути проекта И поподробнее об этом поговорим Поговорим, а теперь вот в двух словах Как вообще окружающие отнеслись к вашей инициативе По участию в этом проекте Я понимаю, что все равно потребовалась какая-то помощь И я думаю, что вот реакция тех близких людей Тех, кто вообще окружает, соратников Была очень важна Нет, ну, во-первых Поддержали вообще? Общество полностью поддержало Дочка мне помогала То есть в работе Почему? Потому что, к сожалению, вот сайт Я уже отписал в письме на губернатора Московской области Сайт не очень нам доступен, то есть слепым Как говорится, не очень дружелюбный интерфейс Не очень дружелюбный интерфейс То есть слепому там очень сложно работать И практически, то есть мне Если бы я один слепой заполнял там все пункты, заявки Я бы этого просто физически не смог бы сделать А вот, скажем так, соратники по организации По местной организации Всероссийского общества слепых С пониманием тоже отнеслись к такой инициативе? Поддержали? Ну, естественно Ну, как же, нам любая помощь Во-первых, нам Наше озвучивание нашей деятельности Нам только в пользу Ну и что ж, теперь вот все-таки давайте, Валерий Перейдем к самому проекту Его ключевым моментом Насколько я знаю Вот на сайте нашей Подмосковья Отмечено, что проект начал реализовываться С апреля 2013 года Хотя мы снимали и раньше вот эти мероприятия Которые связаны с GPS-навигацией Но, тем не менее, вот там, как отправная точка Апрель 2013 год Какие ключевые моменты в вашей заявке отмечены? На чем сделан основной упор? Ну, основной упор, во-первых, сделан на том, что GPS-навигация И в заявке, кто зайдет туда, посмотрит Там и, кстати, выложен репортаж Который вот снимался По GPS-навигации Ну, опять же, GPS-навигация Ну, скажем так, это не панацея от всех бед Это помощь незрячему Хотя вот у меня есть собака-поводырь Который вот справа тут лежит Но собака-поводырь работает только под четко Известному ему маршруту Который нарабатывается с помощью зрячего Да, сначала мы нарабатываем Либо я вот нарабатываю с помощью вот GPS-навигатора То есть сначала я иду То есть веду, привожу в точку И говорю, запомни, вот это вот там такой маршрут И два раза туда-сюда, и он водит меня Вот Ну, и в любое место я, допустим, хожу Набираю нужную мне точку И по GPS-навигатору То есть туда иду Тогда собака тут работает как индикатор препятствий Который неожиданно возникает Ну да, естественно То есть, да, как индикатор препятствий работает В этом случае А по основному маршруту идет GPS-навигатор Да, GPS-навигатор Значит, мы тогда вот отмечали уже в этом, в репортаже То, что не только нужен телефон Вот, вот он я покажу Вот у меня, это тот же Nokia E52 Который тогда закупали Вот, не только телефон, но и плюс Сейчас я с собой не взял Там в репортаже можно посмотреть Плюс к нему внешний GPS-приемник Почему? Потому что Тут система встроенных антенн много И он дольше ловит спутники А внешний GPS-приемник быстрее ловит спутники И Bluetooth-гарнитура То есть, вставляешь в ухо И слушаешь шум улицы И идешь, слышишь подсказки вот навигатора То есть, необходимо оба источника звука Лучше, да, да, да Почему? Потому что Если, допустим, одеть наушники Не будешь слышать шум улицы Это чревато последствиями То есть, можно попасть, допустим, под машину Почему? Потому что Собака, вот, все собаки Она не определяет Стоячий объект Или движущийся объект Им не дано это К сожалению, от природы То есть, возможности ограничены, да, здесь У собаки помочь? Да, да, да Вот здесь, как говорится Вот на дороге она встанет, да Перед дорогой То есть, показывает мне, что дорога А вот, допустим, летит какая-то машина или нет Ей это, как говорится, все равно Она не видит Не отождествляет его Как движущийся объект Как опасность А вот что касается Числа людей в Одинцовском районе В Московской области Для которых эта тема важна Понятно, что этот проект архиважен, да И сама по себе заявка уникальная и интересная, да Ну, и я так понимаю, что Даже в Одинцовском районе Есть значительное количество Не говоря уже о Московской области Есть значительное количество людей Которые заинтересованы именно В развитии, в продвижении вот этого Ну, сервисом, наверное, назвать сложно Но вот этой, в развитии вот этого, скажем Этой инициативы, да GPS-навигация для слепых Чтобы она как можно больше Шире распространялась Вы знаете, вот у нас сейчас Вот в организации 15 человек пользуются GPS-навигацией И не только, и в расширенном объеме Не только с помощью вот этого вот смартфона Который Nokia E52 был Первоначально закуплен Но и с помощью вот новых То есть вот этих вот смартфонов Сенсорных То есть там программа называется Осман Которая позволяет ориентироваться в пространстве То есть на местности А вот можно сейчас сориентировать вас в нашей студии? Нет, к сожалению, все здесь закрыто Мы спутники не найдем А, то есть только на таком открытом пространстве Да, только на открытом пространстве А мы же ориентируем себя То есть мы У нас закачана карта Цифровая В телефон И мы себя позиционируем За счет того, что спутник нас определяет Наше местоположение Сейчас, то есть мы в глухом помещении Здесь он нас не найдет Спутники мы не найдем здесь А вот что касается всей Московской области На ваш взгляд, Валерий Я не знаю, есть ли такая статистика Сколько человек в Московской области Необходимо пользоваться таким вот сервисом? Вся проблема стоит в том Что статистики по Московской области у меня нет Но очень бы хотелось через вашу программу Обратиться к господину Воробьеву Губернатору Московской области И цель вот этой заявки-то Подавалась цель в том Чтобы обратить губернатору Московской области Его взор на то, что вот Потребности наши вот слепых Что мы должны, как говорится Использовать последнее Последнее слово техники Который вот может нам предоставить Технологии для того, чтобы облегчить жизнь Почему? Потому что кроме постановления правительства 181 закон, статья 10 Разрешает Допустим, губернаторам областей и так далее Добавлять туда, как говорится Эти свои предметы Необходимые там Ну то есть, вот можно Например, смартфон с GPS можно добавить Воле губернатора, решение губернатора Допустим, это вот Горячий пример Город Красноярск Вот в Красноярске Глава администрации города Своим решением добавил смартфоны И закупили смартфоны Nokia C5 Для инвалидов Первой группы зрений Поставили программу ориентации туда Вот город Красноярск так сделал Например А почему Московская область Не может так сделать для Московской области? То есть, победа это не самоцель Главное заявить о существовании этой проблемы И обратить на нее еще раз Обратить внимание Да, обратить внимание Почему? Потому что Я еще раз хочу сказать Не только вот Вот эти телефоны GPS-навигации Ну, был репортаж Многие видели Вот сенсорный смартфон Он позволяет нам Я уже говорил Определить, допустим, номинал купюры Какой у меня денежка в руке Да, и это можно, кстати, этот Продемонстрировать 11 часов Устройство разблокировано SD, blind droid wallet Загружаю российский рубль Символов точка 3, blind droid wallet Вспышка включена Ну, вот я какую-то купюру достал Вот мы сейчас Я вам не скажу какую Нет Мы можем ее на стол положить Можем в руке подержать Это как вам удобно 100 российских рублей аверс 100 российских рублей аверс Вот перевернем 100 российских рублей реверс Реверс Это 100 российских рублей Пожалуйста То есть вот он определил нам купюру То есть это необходимо при расчетах В магазине там еще где-то Везде Ну, да Я просто хочу Чтобы не заплатить вместо 100 рублей Более крупную купюру не отдать Да Как говорится, пока я незрячий Ни разу Ни на рынке Ни в магазине Меня еще ни разу Не обманули Ну, это замечательно Это вселяет определенный оптимизм За все наше общество И я думаю, что это хороший показатель Валерий Вот еще в двух словах Понятно, что пусть не так быстро Но наше государство все-таки Движется в сторону создания Доступной среды Конечно, хотелось, чтобы все это делалось Гораздо быстрее И чтобы средств на это выделялось больше Но тем не менее Уже как двигаемся Так и двигаемся Вот если взять вас Как человека, который Ну, самый, что ни на есть Заинтересованный В развитии вот этой самой доступной среды Какие шаги вот сегодня Самые нужные Самые первоочередные В нашем районе И в нашем регионе Для облегчения жизни Инвалидов по зрению Что вот следующий шаг Какой должен быть сделать Один, два, три шага Ну, начнем Скажем так С этих С итогов Что сделано Все Вы, наверное, видели На перекрестках У нас в городе Тактильная плитка появилась Да, желтого цвета Да, вот Обратили внимание Просто Незрячий человек Ногами ее чувствует Где поворот Где вот сход С этого К дороге И так далее То есть появилась Тактильная плитка Раз Все Звуковые светофоры Правда Их не очень много В городе Но они уже есть То есть Что-то двигается Вперед Ну, а в перспективе Хотелось бы Увидеть следующее Поскольку Вот у нас идет Вперед Техника Семенильными шагами Чтобы появилась Программа Так называемая Говорящий город Значит Чтобы у каждого Слепого Инвалида Первой группы Маленький приемчик В кармане И Объекты Особенно Допустим Магазины Крупные Какие-то Учреждения И так далее Вот Идет Незрячий по дороге А ему говорит Вот Допустим Магазин Там такой-то Эта программа Кстати Работает В Перми Уже Частично В Санкт-Петербурге Кстати В Метро Эта программа Работает Уже Но обозначение Каких-то Может быть Социальных объектов Медучреждений Аптек Допустим Соцзащита То есть Почему Вот Кстати У нас Соцзащита В городе Одинцово Расположена Крайне неудобно То есть До нее Дойти То есть Торец дома На улице Жокова 10 Стоит У дороги А соцзащита В конце Торца дома То есть Надо Обходить Как-то И идти Вдоль дома То есть Маршрутный транспорт Достаточно далеко Тоже останавливается Я допустим Сам туда Ни разу Не добирался Очень сложно То есть Вот такие моменты И Подумать Скажем так Да О более удобном И комфортном Для инвалидов Размещение Вот таких объектов Да Это первое Второй еще Один момент Ходил на прием И в администрацию Одинцовского района Меня с собакой Не пустили То есть Заставили Оставить Собаку Там На пороге Это нарушение 181 закон Статья 15 Ну что ж Валерий Я думаю Что все-таки Этот вопрос Будет решен И конечно Хотелось бы Пожелать Всяческих Успехов И победы В этой премии Я просто Хочу сейчас Обратиться К нашим Телезрителям Сайт Наши Подмосковья Премия Губернатора 2016 года Найти ее В интернете Очень просто Поиск там Тоже несложный Набираем Проняшин Валерий Юрьевич И сразу Находим проект Нашего земляка Можно за него Проголосовать Как-то его Прокомментировать Я думаю Что этот проект Достоин Того Чтобы победить По крайней мере Занять Одно из самых Высоких мест В этом году Возможно Получить даже И первую Премию Губернатора Наши Подмосковья Поскольку заявка И актуальная И важная И нужная И Честно говоря Берет за душу Ну а все-таки Еще Валерий Я бы хотел Вот Петр Простите пожалуйста Не все То есть Все Незрячие Которые У нас состоят В обществе Слепых Они в курсе Вот Всех Технических Средств совершенствования Но к сожалению Не все Незрячие Вступают В наше Общество Хотелось бы Товарищи Вот У вас рядом Незрячий человек Скажите ему Что существует Такое общество Слепых Пусть он К нам приходит Мы поможем Чем можем Поможем А что это Вот в руках У вас Это в руках У меня Я хочу показать Это специальное устройство Тифло Флэш Плеер Для воспроизведения Говорящих книг Он Это Раньше были Кассетные Магнитофоны Сейчас Это все Ушло В прошлое То есть Он воспроизводит С флэш Карты И Может Воспроизводить С карты Памяти Также Он может Выходить В интернет Работать С библиотекой АВ3715.ру Это библиотека Всероссийского Общества Слепых Не ездя туда Прямо С него С аппарата Можно выбирать Книги Закачивать И Я вот На нем Слушаю Аудиокниги Можно? Да Пожалуйста Сейчас У вас Произведение Книга Шесть Прагмент Одиннадцать Сразу искупаемся Оживился Гог Неплохо Было бы Мы бы за вас Только порадовались Ребята Неожиданно Ну вот пожалуйста То есть Воспроизводит Книгу А также В нем Встроенной функции Радиоприемник Часы Одиннадцать Часов Двадцать Дата Среда Тридцать первое Августа Две тысячи Шестнадцатого Многозадачный Такой Да Диктофон Вот И это Это вот такие Плеера Выпускает Компания Элек Джест Это Зеленоград Наша Российская Компания Наша Московская Вот Их можно По индивидуальной Программе Реабилитации Получить Бесплатно Но Они не Входят Или Входят Они Входят В тот перечень В перечень Входят То есть Называется Это устройство Для воспроизведения Говорящих книг Они Входят В перечень Вот И не только Такие Можно и Компактный Вариант Это Тристо Один Медиум А компактный Вариант Двести Два Спутник Называется Ну Со всеми Теми же Функциями Да Функции То же Самое Кроме Единственное Там USB Носитель Вставлять Нельзя Валерий Я вот Вообще Хочу сказать Что Вот Вы обратились К Слепым К слабовидящим Обращаться В местную Организацию Всероссийское Общество Слепых Одинцовского Ведь Действительно Такое количество Информации Такое количество Технических Новинок Появляется Что в одиночку Все это Отследить С этим Справиться Это освоить Просто Нереально И конечно Здесь Необходимо Объединять Усилия И Всем И только тогда Придет Как бы Гораздо легче Это будет проходить Процесс Я бы Простите Петр Я вот Вас перебью Хотелось бы Во-первых Сказать Что Ну Не все знают Незрячие Слепые Вот к нам Приходят То что Мы Незрячие Умеем Работать С компьютером И не только С компьютером Но Озвучиваем И бытовую Технику Электронику Всю Я допустим Преподаю Компьютерные Технологии То есть Пожалуйста Обращайтесь Улица Вокзальная Дом 13 Это Библиотека Городская Номер 2 Гамов Юрий Михайлович Он Вас Запишет Начало Занятий По набору Группы То есть Мы проводим Занятия Для слепых Слабовидящих На базе Библиотеки Ну и может быть Какой-то Контактный Телефон На память И телефон Контактный Наше Общество Слепых 597 97 78 Естественно В коде 495 Ну что ж Я наверное Уже примерно Представляю Какой будет Следующая Заявка На премию Следующих лет Губернатора Нашей Подмосковья Очевидно Это будет Развитие В том или ином Направлении Вот той темы Которая была Заявлена В шестнадцатом Году Вообще Вот какие-то Еще современные Технологии Которые Хотелось бы Освоить И начать Использовать В ближайшее Время Есть Вот в двух Словах Ну в двух Словах Мы очень Хотим Чтобы наша Промышленность Выпустила Не GPS Внешний Приемник А Глонас Плюс GPS Внешний Приемник Маленький Такой Вот Что это Для того Чтобы По USB Можно было Подключать Вот Здесь У меня Встроенный GPS Но я Хочу Еще Глонас Видеть Я могу Видеть С помощью Внешнего Модуля У меня Внешний Модуль Только GPS Есть Выпусть Разработки Есть Уже Но К сожалению Есть Опытные Образцы Мы Сейчас Не будем Здесь Рекламировать Компанию Которая Это Изготовила Но Есть Опытные Образцы Но К сожалению Правительство Российской Федерации Заказ На выпуск Данного Приемника Не дает С чем Это связано Не знаю Ну я думаю Что действительно И этот вопрос Должен Должен Быть решен И я думаю Что действительно И ваша заявка В том числе Валерий Поможет Обратить И на эту Проблему Внимание Я со своей стороны Желаю вам Победы Только победы Я думаю Что ваш проект И ее Достоин И думаю Что наши телезрители С этим согласятся Ну что ж В середине Октября Насколько я знаю Будет Подведение Итогов 15 октября Подведение Итогов Будем болеть За наших Будем болеть За вас И я думаю Что 15 октября Мы узнаем Результат И результат Надеюсь Будет положительным И я хочу Прощать Голосуйте За меня Да Я тоже Я об этом Уже сказал И еще раз Хочу Поддержать Вот это обращение Действительно И сам по себе Валерий Очень добрый Хороший Светлый человек И проект его Очень добрый Светлый И направлен На помощь Людям Попавшим В очень Непростую Жизненную ситуацию Лишившихся Зрения Ну что ж На этом Мы с вами прощаемся Всего доброго До новых встреч На канале ОТВ Но к этой теме К теме Проекта Валеры Мы еще Я думаю В нашей передаче Вернемся Спасибо вам за внимание До новых встреч На канале ОТВ